Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». Тема сегодняшней передачи – советы работодателям, которые помогут в борьбе с опозданиями на работу. Опоздание на работу без уважительной причины является нарушением трудовой дисциплины. Такой проступок дает работодателю повод наложить на непунктуального работника дисциплинарное взыскание, а при систематических опозданиях даже уволить. Но если цель не в том, чтобы уволить работника, а в том, чтобы стимулировать его соблюдать режим рабочего времени, то самый эффективный метод – наказание деньгами. Однако, поскольку такой вид дисциплинарного взыскания, как наложение на работников штрафов, не предусмотрен трудовым законодательством, государственные инспекции труда и суды единодушно признают его незаконным. В компаниях, в которых есть система оплаты труда, включает в себя премирование, законный аналог штрафов, лишение премии или снижение ее размера. Но законным этот вариант будет лишь при правильном оформлении. Согласно статье 135 Трудового кодекса, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующим у данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда, включая системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения представительского органа работников, если такой имеется. Премии представляют собой вид поощрения работника за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Поэтому в локальном нормативном акте, устанавливающем систему премирования, как правило, определяются конкретные условия, при достижении которых работнику выплачивается премия. Работодатель может предусмотреть в локальном нормативном акте в качестве одного из условий выплаты премии соблюдение работникам трудовой дисциплины и отсутствие дисциплинарных взысканий, в том числе за опоздание. Можно сделать и по-другому. Помимо условий, при которых работник получает право на премию, установить перечень конкретных обстоятельств, при наступлении которых работодатель вправе лишить работников премии, как вариант за опоздание. Законодательство не устанавливает ни минимальный или максимальный размер премии, ни порядок их начисления, например, в твердой сумме или в процентах. Эти вопросы каждый работодатель решает самостоятельно, а при наличии представительного органа работников с учетом его мнения. Следовательно, варианты и пределы снижения премии, порядок расчета понижающих коэффициентов, если такие используются, тоже законодательством не ограничены. Необходимо иметь в виду, что лишение или снижение премий – это не дисциплинарное взыскание, а иная мера воздействия на нарушителя трудовой дисциплины. Поэтому важно избегать в локальных нормативных актах таких формулировок, как «за опоздание работодателям» могут быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий. Замечание, выговор, депримирование, увольнение. В трудовом законодательстве порядок оформления, лишения или снижения премий не установлен. Поскольку сама система премирования регулируется на уровне локальных нормативных актов, лишение или снижение премии тоже должно опираться на положение соответствующих локальных актов. Например, если согласно локальному нормативному акту о премировании наличие опозданий исключает начисление премии целиком, то при издании приказа о премировании за соответствующий период данного работника просто не указывают в списке тех, кто представлен к премированию. Если в положении о премиях сказано, что при наличии опозданий премия начисляется с пониженным коэффициентом, то в приказе о премировании указывается пониженный размер премии в отношении работников, допустивших опоздание. На этом на сегодня все. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова